Это день Анапы в законодательном собрании. За столом председатель регионального парламента Юрий Бурлачко, глава курорта Юрий Поляков, председатель муниципального совета Леонид Кочетов, председатели профильных комитетов и депутаты ЗАГС Собрания. Безусловно, территория – это особенная, курортная, которая находится под самым пристальным вниманием и регионального центра, и федерального. Поэтому об уровне ответственности каждого, кто отвечает сегодня за реализацию социально-экономической политики в городе, говорить безусловно излишне. Новый формат работы предусмотрен одним из президентских указов, изданных в так называемом «Втором майском пакете». Он носит название о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. В муниципальном парламенте считают одними из основных на сегодня вопросов создание новых мест в детских садах, а также привлечение на работу квалифицированных медиков. Для решения данной проблемы большое внимание уделяется муниципальным образованию, социальному обеспечению и закреплению медицинских кадров. Работникам медицинского учреждения предусмотрены компенсационные выплаты за коммунальные услуги, отопление, освещение, электроэнергию, а также аренду жилья. Глава курорта Юрий Поляков назвал одной из точек роста курортный сбор. С середины лета предприятия отрасли перечислили более 17 миллионов рублей, почти на треть больше, чем было запланировано. Все эти средства и поступления в последующие годы пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Будем реконструировать набережную, украшать город малыми архитектурными формами, обновлять подсветку. Все это сделает наш курорт еще более привлекательным для наших главных инвесторов – это туристы, что позволит сохранить высокие темпы роста во всех отраслях. Со своей стороны в резолюции круглого стола рекомендовано профильным краевым министерствам рассмотреть возможность строительства объездной дороги от Субсехского шоссе до улицы Мирной, здание фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Усатого Балка, а также совершенствовать спортивную инфраструктуру, закупать новый инвентарь. Александр Ребека, Анапа. Регион.